Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой друг Александр Уманчук. И можно сказать, что даже дорогущий друг, дорогущий, потому что я приобрел новую камеру наконец-то. Вот вы можете видеть картинку с нее. Пришлось для этого продать почку. Это, конечно же, шутка. Но камера действительно не дешевая. Как говорится... Все ради хайфа, все ради бабла. Все ради моих подписчиков. Что ж, друзья, очень многим людям понравился ролик, в котором мы вспоминали про вокалистов, которые потеряли свой голос. И очень многие мне писали в комментариях, Сань, а может ты снимешь подобный топ, но только о тех вокалистах, которые сохранили свой голос до поздней старости или до пожилого возраста. И я решил, что это офигенно крутая и интересная идея. И поэтому сегодня я расскажу вам о потрясающих вокалистах, которые сохранили свой голос до пожилого возраста. Некоторые даже стали звучать немножечко лучше, чем в свои молодые годы. Но перед тем, как мы начнем, я попрошу вас по традиции подписаться на этот канал, поставить свой фитоняшный лайк, рассказать об этом канале друзьям. И начать я бы хотел с канадского певца и актера Брюно Пельтье. Это невероятный вокалист, который выступал в свое время в мюзиклах. И всемирную известность он получил благодаря исполнению роли Грэнуара в мюзикле Notre Dame de Paris. Также мы как-то на канале слушали, как он исполняет песню S.O.S. Даже делали такое небольшое сравнение с исполнением Димаша Кудайбергена. Если вам интересно это видео, переходите по подсказке или по ссылке в описании, друзья. Начинал свою карьеру этот прекрасный певец еще в молодом возрасте. Пел в ресторанах. Выступал в небольших публичных заведениях таких городов, как Шарльбург и Квебек. В 1989 году, после его выступления и победы на конкурсе Rock and Wall, его приглашают выступать в мюзиклах, так и начинается его мюзикловая карьера. Изначально Брюно исполнял теноровые песни, так как тип голос тенор на то время да и сейчас был очень востребован и очень популярен. Но, несмотря на то, что он с легкостью брал самые высокие предельные ноты, все равно оставался вопрос тесситуры. И в какой-то момент он понял, что все-таки имеет от природы баритональный голос, что в конечном итоге и поспособствовало тому, что он сохранил свой голос до почетного возраста. Честно говоря, когда слушаешь Брюно, складывается впечатление, что его голос резиновый, так как его низкие и его высокие ноты звучат очень соизмеримо, насыщенно и технично. Играет музыка Также иногда он использует свой фальсетный голос. Одной из его визитных карточек стала песня «Пришла пора соборов кафедральных». Это открывающая ария из мюзикла «Нотр-дам де Пари». В этой арии целых две модуляции, в конце выход на предельную соль. При этом там большое изобилие и нижних нот. Сейчас Брюно уже 59 лет, и он также исполняет эту арию. И Брюно, один из немногих вокалистов, которые справляются с этой арией, просто великолепно. Часто он поет ее не в оригинальной тональности, а на тон ниже. Но звучит это просто потрясающе. Что ж, друзья, мы продолжаем. И на очереди норвежский музыкант, певец, артист и вокалист норвежской группы АХА Мортен Харкетт. Мортен всегда отличался своим мягким, фальцетным головным звучанием. Но несмотря на это, он умеет виртуозно владеть своей дыхалкой, а также демонстрировать различную динамику звука. Группа АХА была очень популярна в 80-е годы. Особенно популярна была их песня Take On Me и Summer Moved On. У Мортена обширный диапазон и очень эластичные голосовые связки, что позволяет ему достигать самых предельных верхних нот без какого-либо напряжения. Также он часто любит пользоваться облегченным и фальцетным звуком. Что и помогло ему сохранить голос до такого почетного возраста. Сейчас ему 62 года, и он до сих пор выступает и демонстрирует очень хороший уровень вокала. Также Мортен является обладателем мирового рекорда по продолжительности одной ноты среди вокалистов-мужчин в поп-музыке. Это 20,2 секунды в песне Summer Moved On. К сожалению, я не могу продемонстрировать вам весь фрагмент из авторских прав. Это печально. Но я могу показать вам начало и концовку этой ноты. Друзья, мы не будем останавливаться, и следующий в этом списке я бы хотел упомянуть афроамериканскую певицу, джазовую и соло-исполнительницу Арету Франклин. Она начала свою карьеру довольно-таки рано, и есть свидетельство того, что самые первые ее записи были сделаны, когда ей было всего 14 лет. Ее очень хотела заполучить компания Motown Records, но контракт она все-таки подписала с Columbia Records. На протяжении более 50 лет она пела, выступала, записывала сольные альбомы. Ее имя было внесено в зал славы рок-н-ролла, а также нельзя переоценить ее влияние на молодых певиц, преимущественно в соул, джаз, фанк и госпл-жанре. Можно сказать, что благодаря Арету Франклин существуют такие прекрасные певицы, как Бьонс, Кристина Агеллера и многие-многие другие. Она выступала вплоть до своей поздней старости, и даже в самом преклонном возрасте она демонстрировала очень крутой уровень вокала. Сразу хочу оговориться, естественно, с возрастом ваш голос будет претерпевать изменения. Многие мои подписчики не понаслышке знают об этом, но, друзья, вопрос вокальной техники остается основополагающим. Поэтому, несмотря на какие-либо возрастные изменения, все певцы в этом списке демонстрировали невероятный уровень вокала. Что ж, друзья, я предлагаю продолжить и упомянуть о батеньке авангардного и мультижанрового искусства, о прекрасном мультиинструменталисте, певце, филантропе, о Стинге. Стинг начал свою музыкальную карьеру, когда ему уже подгребало к 30, а известным он стал уже после 30, поэтому многие помнят и знают Стинга уже достаточно взрослым молодым человеком, если не сказать старичком. Но одно остается неизменным и по сей день. Это его невероятный вокал, это его прекрасные разноплановые альбомы и песни. Честно, я не могу назвать ни одной плохой песней у Стинга. Вот если вы знаете, напишите о них в комментариях, друзья. На данный момент Стингу 70 лет, и он до сих пор выступает и поет. Сейчас, конечно, уже слышны возрастные изменения голоса Стинга, но это не мешает ему петь на очень крутом уровне, исполнять свои старые хиты и радовать многих людей своим голосом. А мы продолжаем и завершает наш сегодняшний список Сезария Эвора. Так же, как и Стинг, Сезария начала свою музыкальную карьеру достаточно поздно. Свой первый сольный альбом она записала в 43 года, но, несмотря на это, уже с 17 лет она выступала в музыкальных барах города Минделу. Многие могут вспомнить Сезарию уже достаточно пожилой, но, несмотря ни на что, она пела и радовала публику своим голосом практически вплоть до своей смерти. О, аллелуя, аллелуя, филюки, дави, аллегрия. Скончалась Сезария в 2011 году, а в 2010 ей пришлось отменить все свои концертные выступления. Но есть записи 2009 года, на которых можно услышать, как поет Сезария. И, друзья, честно говоря, в таком преклонном возрасте звучать так молодо и так энергично, это нужно постараться, это нужно очень даже уметь. Сезария никогда не отличалась каким-то огромным диапазоном или очень эмоциональными песнями. Чаще она исполняла спокойную ритмичную музыку своего народа Кабо Верде и демонстрировала свой прекрасный, глубокий, достаточно низкий тембр голоса. Сохранить голос до старости – дело непростое, и не у каждого вокалиста это получается. На это может влиять очень много факторов. Здоровье, образ жизни, психологические потрясения или, наоборот, психологическое спокойствие. Чрезмерное форсирование голоса и неправильная техника может повлиять на то, что с возрастом ваш голос станет менее ярким и менее звучным. Поэтому, друзья, берегите свой голос, слушайте хороших вокалистов, пишите в комментариях, понравилась ли вам эта рубрика. Если да, то я сделаю вторую часть офигенно крутых вокалистов, которые сохранили свой голос до самой старости. Так что, друзья, все зависит от вашей активности. Я вас верю. А с вами был, как всегда, ваш дорогой друг Александр Уманчук. Отличного вам настроения, хорошего голосового самочувствия и всего самого наилучшего. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова